Возможно, вскоре главам муниципальных образований, как и жителям Иркутской области, придется озадачиться другими вопросами. Ведь в стране заговорили о возвращении масочного режима, и некоторые регионы уже надели средства индивидуальной защиты. Ждет ли это и нас, выясняла сегодня Дарья Ивазова. Давно ли вы надевали медицинскую маску? Лично я о них позабыла еще в мае, когда в Иркутской области отменили масочный режим. И обратно его у нас вводить пока не планируют. В отличие от соседней Бурятии и Республики Алтай, эти регионы первыми в стране вернули обязательное ношение средств индивидуальной защиты из-за роста заболеваемости коронавирусом. Число заболевших увеличивается и в Прибайкалье. В последние несколько дней за сутки выявляли по 450-500 случаев ковида. Рекорд был 14 августа. Тогда зарегистрировали 598 заболевших. Поэтому в больницах все больше коек выделяют для лечения ковидных пациентов. Развернуто более 800 коек на территории Иркутской области. В настоящий момент находится на стационарном лечении около 400 больных. Около 2245 находится на амбулаторном лечении. Недостатка с лекарственными препаратами нет. Более того, сейчас у нас дополнительно заключаются еще два контракта на поставку лекарственных препаратов для амбулаторного звена. С наплывом пациентов поликлиники и больницы справляются. Однако к осени ситуация может измениться. Ведь прогнозируется рост заболеваемости не только ковидом, но и сезонными болезнями ОРВИ и гриппом. При этом их симптомы похожи. Выяснить, какие именно вирусы и штаммы распространяются среди населения, можно только в лаборатории. В течение всего года проводится специалистами мониторинг циркуляции респираторных вирусов, в том числе и новой коронавирусной инфекции и вирусов гриппа. То есть определенное количество анализов от заболевших исследуется в специальной лаборатории и определяется штамм, определенный штамм респираторного вируса. Сейчас жители Прибайкалья с ковидом болеют именно штаммом омикрон. Впрочем, несмотря на рост заболеваемости, предложение вернуть масочный режим на оперштабе региона по коронавирусу не поступало. Пока жители Иркутской области к подобной идее относятся по-разному. Мое мнение, ну, будет меньше заболевания. Масочный режим, он особо не спасает, мне так кажется. Потому что он защищает только самого себя максимум, и то не всегда. И хоть пока неизвестно, вернутся ли маски в нашу жизнь. С учетом роста заболеваемости, это кажется вопросом времени. Тем более, что коллективный иммунитет в регионе падает. Сейчас он составляет лишь 5%. Ревакцинироваться жители не спешат. Тем более, спутник Лайт в регионе закончился. Поэтому большинство жителей получают вместо него первый компонент обычной вакцины. Что делают со вторым? Загадка. Дарья Эйвазова, Владимир Пинаев, Новости по будням.